Ну что же, всем привет! Как уже меня представили, меня зовут Сергей Куцуев. И у меня к вам будет просьба. Мастер-класс будет длиться час. Просьба поставить телефоны на беззвучный режим или выключить, потому что все это дело записывается на видео. И хотелось бы, чтобы по максимуму мастер-класс прошел хорошо и ничто этому не мешало. Сделайте это прямо сейчас. План мастер-класса будет таков. Сначала, наверное, я расскажу о себе. Кстати, я смотрю, есть знакомые лица. Да, смешно. Я смотрю, есть знакомые лица. Значит, кто-то обо мне уже знает. Кто обо мне до этого мастер-класса ни разу не слышал? Есть такие? Поднимите руки. Отлично. Остальные слышали? Супер. Но все равно, в любом случае, я расскажу сначала о себе. Расскажу, как вообще я начинал, как пришел к тому, что нужно взаимодействие с публикой правильно и не просто стоять и жать на кнопки. Я расскажу, как я этим пользуюсь. Как вообще у меня все это дело проходит. Расскажу вообще, для чего нужно это делать, для чего нужно, можно сказать, развиваться, потому что все-таки это все-таки относится к развитию, чтобы вы не стояли на месте. Может быть, как-то даже сподвигнуть вас именно к развитию. Вот. Наверное, что? Расскажу о себе. Ну, сам я из города Ульяновска. В Москве нахожусь с 2009 года. Вот. Вот. Поработал я в свадебном агентстве где-то два мероприятия. На первом мне предложили работу в ночном клубе. Мне сказали, ты знаешь, такой есть клуб «Золотая вагуна». Ну, у нас в Ульяновске там на тот момент был. Я говорю, да, знаю, слышал. А хочешь там работать? Ну, конечно, как нет? Как бы, ну, мне как бы стало, естественно, интересно. Он говорит, я знаю владельца, туда требуется сейчас диджей. И поэтому, как бы, ну, я слышал, ты, говорит, музыку нормальную типа ставишь. Как бы, ну, свинампа. Вот, по всему. И, естественно, как бы, ну, он мне дал номер телефона. Я позвонил по этому номеру телефона. Не дозвонился. И, как бы, ну, забил. Думал, ну, ладно, короче, в свадебном агентстве буду работать. И буду работать, как бы, да, нафига мне клуб ночной. Вот. А через три дня меня как-то дернул позвонить. Еще раз. Я позвонил и в итоге дозвонился. И, кстати, с того момента я задумался о том, что все в жизни, то, что происходит, не случайно. И все вы здесь тоже сегодня не случайно собрались. Вот. На самом деле. Получилось так, то, что, оказывается, если бы я позвонил три дня назад, мне бы сказали, что диджей не требуется, потому что диджей уже пришел один на стажировку. И уже вроде бы он хотел работать. Но через три дня он сказал, ночная работа – это не для меня. И, типа, я не буду работать. И как раз таки я позвонил вовремя. Я пришел устраиваться в ночной клуб. Чтобы вы понимали, это был 2006 год, начало. И там в то время клубной культуры, в принципе, еще у нас в Ульяновске не было. Была… То есть был один ночной клуб, он назывался «Искра» на полторы тысячи человек. Где и то, как бы… Ну, у нас играла попса тогда, как бы, ну, в 2006 году в основном играла попса разная, как бы, ну, современная. И даже ретро играла, типа «Белые розы». Притом в оригинале все это дело. Вот. Получилось так, то, что… Ну, как бы, вот у нас был ночной клуб. Искра. И то туда, кстати, тоже привозили, там, Тату, Савичеву. То есть привозок, в принципе, диджеев. Ну, как бы, они были привозок диджеев, но, как бы, народ это воспринимал пока тогда еще не очень. Вот. И к чему это рассказывал? К тому, что аппаратуры в клубе, в этом, в котором я начал работать, не было. Там стоял компьютер. Стояла программа, как я помню, «Радиобосс». Она, типа, для радиостанции была. Которая умела просто накладывать треки друг на друга. И нужно было, по сути, тот же «Винамп». Тоже щелкаешь. И, как бы, ну, играет. И, слава богу, люди танцуют. Вот. Тогда никто не заморачивался со сведением. Как бы, никто не обучался этому. Вот. Что мне, в принципе, помогло, не знаючи и не умеючи оборудования, ну, как бы, я ничего не знал в этом плане, устроиться на работу. Поскольку мне тогда было 16 лет, я уже, как бы, ну, три дня прошел стажировку. Но владелец клуба позвал и говорит, ну, что, ну, там еще напарником я был. Ну, что, вы готовы работать? Ну, да, конечно, готовы, как бы, все. И они предыдущих диджеев просто увольняют. Вот. Естественно, те на нас обозлились почему-то. Непонятно почему. Ну, как бы, ну, не мы их уволили. Вот. И мне уже говорят, ну, чего, типа, ну, как это сказать, приди, ну, после работы, приди утром и напиши заявление о приеме на работу. Клуб работал с четверга по воскресенье, ну, с диджеями. И я пришел в пятницу, помню, написал заявление утром о приеме на работу, оставил его. Вечером пришел на работу, меня подзывает директор, говорит, а ты не имеешь права здесь работать, потому что, как бы, в нашем клубе есть еще стриптиз-бар. Там стриптиз еще был. Я говорю, ну, как бы, типа, тебе 16 лет. Я говорю, ну, как бы, я уже работал, как бы, в ночных заведениях, ну, типа, там, в кафе. Вот. Он говорит, такой, ладно, короче, если человек говорит, что тебе есть 18. Вот. Ну, я, естественно, всем говорил то, что я не 89-го года, а 87-го. Ну, тогда у меня было, получается, уже 18. Ну, вот так вот. Получилось так то, что я там начал работать. Через полгода, кстати, пьяный директор всему персоналу рассказал, что, оказывается, работает у нее совершеннолетний диджей. Ну, как бы, тогда уже, как бы, я уже там укоренился. И, как бы, ну, уже все. Став совершенно... Нет, еще тогда нет. Кстати... В 15-е. Кстати, насколько я помню, тогда уже, вот, как я начал работать в клубе, через месяц, по-моему, Путин тогда еще был президентом, он принял закон о том, что можно детям работать даже, ну, типа, на ночной работе только с согласия родителей. То есть, в принципе, теоретически, я уже через месяц уже под законопадал то, что можно было работать. Вот. В общем, что было? Первый год я работал, потому что мне это нравилось. Кстати, я работал изначально в стриптиз-баре. Стоял с трапезером музыку. Вот. То есть, в 16 лет я насмотрелся стриптизом, и, как бы, ну, мне уже даже неинтересно уже было, спустя первую неделю. Получилось так, то, что, ну, как бы, естественно, я там в танцполе тоже работал, но в основном там. Первый год мне это нравилось, потому что я зарабатывал примерно в 3-4 раза больше, чем мои родители. Для примера, мой папа, работая пожарным, в пожарной охране, зарабатывал 6 тысяч рублей в месяц по тем временам. Я зарабатывал 15, 20, 25, работая вот с четверга по воскресенье. Даже в основном пятницу, субботу, воскресенье. То есть, мне, в принципе, как бы, да, как бы не мешки ворочать, ничего не делать, там, как бы, на кнопочку жать. Вот. Было здорово. Но, как бы, естественно, как бы, я понял то, что надо куда-то двигаться дальше уже, наверное, тогда. И мы у владельцев выпросили, чтобы нам поставили аппараты диджейские. Вот. Помнится, нам поставили пионеры сотки. Где-то нашли бэушный, по-моему, и шатисотый пионер пульт. Вот. Пионеры сотки, если кто-то знает, что это такое, там ни BPM не показывает, ничего не показывает, в общем, то есть, все на слух нужно делать. Да, эффектор там, кстати, по-моему, был. Да, три эффекта. Так непонятно, зачем. Вот. А получилось так, то, что, ну, как бы, мы на них сводили попсу в оригиналах. Типа демо «Солнышко», «Руки вверх» и прочее. То есть, только это, если сейчас, допустим, где-то в барах это играет, еще где-то в ремиксах, раньше это было в оригиналах, была другая скорость, было все по-другому. И, в принципе, как бы, ну, было интересно, это хороший опыт, который мне впоследствии пригодился, я могу с легкостью отыграть и ретро в оригинале, и вообще даже, ну, не париться, то, что, как бы, у меня все танцуют, потому что, как бы, это реально опыт очень хороший. Вот. Потом, естественно, мы перешли на более клубный формат, тогда уже началась клубная музыка, ну, как бы, у нас музыка в городе, и мне захотелось как-то дальше развиваться. Я в интернете, в локальной сети, у нас в Ульяновске видел то, что лежат порезанные миксы, и написан, допустим, DJ Tonic, трек 5. У нас там был такой в Ульяновске. Я тоже так хотел. Кстати, я раньше назывался не Сергей Куцуев, а назывался, да, не Сергей Куцуев, а назывался DJ 3X. Почему я так выбрал ник? Не потому, что я люблю порно-индустрию. Вот. Ну, к сожалению, это не так, или к счастью. Вот. А именно потому, что я любил фильм с Вин Дизелем 3X, и когда пришло время выбирать ник, я, как бы, ну, выбрал его, и не задумывался о том, что мне придется, как бы, дальше, там, под этим ником стать как-то более популярным, и задумывался я потом. Но об этом чуть позже. Я не записывал миксов. Я думал, а зачем, как бы, мне записывать миксы, потом их резать и, как бы, выкладывать? Я записывал треки, которые я играю. Я записывал на MP3-диск, на болванку, вылезало примерно 60 треков. Это дело я, как бы, переименовывал, там, DJ 3X, допустим, июнь 2007, трек 0.1 и так далее пошел. Вот, я это дело, как бы, начал людям давать. Ходил в места скопления у нас молодежи клубной и просто-напросто, как бы, ну, раздавал эти диски. Сначала, конечно, мне было, ну, как бы, стрёмно, как бы, неизвестный, как бы, диджей, какому-то диски раздает. Потом люди сами начали спрашивать уже где-то примерно через месяц. И получилось так, то, что в локальной сети, ну, как бы, в интернете у нас по городу очень много было этих миксов. И, как бы, от этого популярность моя начала расти. Если честно, был такой период, когда я слышал эти миксы, да, вернее, свои треки. Потом я позже начал записывать лайвы в клубах, где я работал, и тоже их раздавать на дисках. Эти лайвы играли, наверное, из каждой чуть ли там не второй или третьей машины в городе. Это, конечно, было для меня, конечно, в тот момент здорово, как в 17 лет и 18, ну, как бы, в тот период. Вот, в общем, работал я в Ульяновске, начал продвигаться дальше. Потом я начали звать в другие клубы. Вот, в 2009 году мой друг поступил в ГИТИС. ГИТИС – это университет театрального искусства, по-моему. Вот, мой лучший друг из Ульяновска. И он мне сказал то, что поехали в Москву, что тебя, как бы, ну, здесь держат. Я, как, что? У меня, как бы, многие знают, как бы, там, я везде играю. Вот, конечно, сложно было это терять, вернее, оставлять. И я, наверное, долго думал, наверное, месяца два. И потом, ну, пришел к тому решение, то, что нужно, как бы, ехать. В итоге я приехал в никуда. Первый мой клуб назывался «Капитан Дрейк» в Царицыно. Ужаснейший клуб, на самом деле, который уже закрыли, слава богу. Нет, еще не закрыли? Ну, ладно. Дай бог им здоровья. И хорошего народа. В общем, поработав там месяц, меня оттуда уволили. Дело в том, что там нужно было народ держать с 9 вечера до 9 утра. И все это время нужно было играть. То есть я играл по 11-12 часов в среднем. Ну, вначале там мог микс поставить. Это, конечно, было сложно. Очень сложно. Притом, что народ там, в принципе, под алкоголем в основном, как бы. И люди просто уже засыпали часов в 5 утра на столах. И как бы невозможно было их продержать дольше, хотя руководство требовало. И как-то я уехал, по-моему, в Ульяновск. Мне как раз исполнилось 20 лет. Я поменял, ну, менять паспорт. Приезжаю. А он мне говорит, а ты что пришел? Я говорю, ну как, работать? Он говорит, а все, как бы, ты СМС-ку разу не получил. А я СИМ-карту менял. И получилось так, что мне присылали то, что, типа, спасибо. В сотрудничестве мы больше не нуждаемся. Типа, с вами. И все. На следующий день получилось так, что я в другой клуб устроился. Тоже, конечно, ужасный. Назывался Высший пилотаж на Бабушкинской. Там я проработал, наверное, 3, почти 3 года. Работал, работал, работал. И понял то, что нужно, как бы, дальше, наверное, куда-то идти, развиваться. Также, кстати, я работал в клубе Тюнинг Холл. Это был на Тульской клубе на 5000 человек. Там, наверное, полтора года работал. Почти до его, ну, как бы, в основном, там, закрытие вечеринок. Вот. Как я пришел именно к тому, что нужно было как-то правильно подавать, как бы, музыку и правильно, как бы, ну, взаимодействовать с публикой. Получилось так, то, что, как бы, ну, я играл, как бы, ну, в свое удовольствие, в кайф и за пультом вел себя, как бы, активно. И я не задумывался о том, ну, как бы, все проходило весело и здорово. А тут получилось так, то, что, помнится, я один раз вот пришел Высший пилотаж. Пришел с очень хорошим настроением. Пришел, в общем, ну, как бы, не знаю почему, но я, как встал, там уже народ был к тому времени, я не знаю, откуда он появился, обычно позже приходят. Это было часов на 9 вечера. Я встал и на втором треке, просто у меня там с полу набежал и взорвался. Мне еще МС говорят, ты, типа, ты что делаешь, чтобы рано еще пока, как бы, а я уже, как бы, вовсю фигачу там, как бы, ну, играю. И тогда это меня натолкнуло на мысль, то, что именно энергетика, которая исходит от диджея, именно взаимодействие, как бы, какой-то с публикой, оно, оно есть. И это нужно, как бы, ну, это не просто так, это, как бы, нужно изучать эту тему. Культивировать. Вот, подсказывает человек. Я понял то, что, как бы, надо именно что-то делать и начал, как бы, в себе копаться, начал в себе разбираться, что именно, как вообще происходит. Именно, как бы, ну, внутри, что происходит в тот момент, когда я встаю за пульт, как бы, и, в принципе, как бы, ну, до чего-то начал копаться. Кстати, по слайдам я, видимо, не пошел. Это, кстати, это я, мне было 18 лет, и раньше я играл с дисков. Раньше я многие играли с дисков. Потом я перешел на трактор, потом на сирата. Вот. Это, кстати, я, кстати, в Бальяновске, что-то, что-то, а вот, занял третье место на конкурсе диджеев, чему тоже был несказанно рад, насколько я помню. Это моя первая гастроль была в республике Татарстан, город Буинск в 2009 году, в Бальяновске, как бы. Ну, когда я еще играл там, меня уже знали. У меня даже была модная футболка с моим ником. Вот. Сейчас бы это, конечно, не сделал. Так. Вот та, тюнинг-холл. Это уже, кстати, в Москве было недавно. По-моему, стерео-холл называется сейчас клуб. Это, кстати, я встретился... Так. Презентация запаздывает? Так, так, так. Это я встретился с Женцем Забиелло. Я думаю, многие его знают. Недавно очень много диджеев мне писало, откуда я, как бы, мог его встретить. Как бы, да, многие мне завидовали. Как бы такая фотка, которая, как бы, для меня самого тоже много значимая. Здорово. В общем, на самом деле, как бы, я к чему клоню? К тому, что в этом деле можно развиваться и заниматься этим, как бы, ну, можно без... Ну, то есть безгранично. Я каждый день что-то новое изучаю. Каждый день я что-то новое, как бы, ну, стараюсь, как бы, применять в своей работе, именно каждый свой сет. И я с каждым днем, я все больше и больше понимаю то, что я, на самом деле, ничего... Ну, если в глобальном плане, я ничего не знаю в этом деле. Потому что, на самом деле, все, эта сфера очень безгранична и обширна. Вот. Ну, кстати, что я и говорил. Да, презентация все-таки запаздывает. Вот так вот. Вот. На самом деле, развиваться можно бесконечно. И здесь решающий фактор – это отношение к своему делу. Вот как вы к своему делу относитесь, так и будет такой результат. Если вы этому делу посвящаете, допустим, один, не знаю, там, два-три часа в неделю, ну, соответственно, как бы, результат будет соответствующий. Если вы этим живете, каждый день просыпаетесь с мыслью о том, что, допустим, откуда вы, допустим, к примеру, там, если как диджей, музыку будете качать, какую музыку разберете, какие-то миксы делать, выкладывать сеть, как продвигаться. Если вы об этом будете думать, то, соответственно, как бы и результат будет такой. Вот. Каждый, наверное, хочет быть супер-диджеем. Ну, наверное, все-таки каждый из диджеев хочет это, собирать, там, не знаю, полные танцполы и стадионы, допустим, да, там. Ну, каждый хочет. А что вы для этого делаете? Как бы, в любом случае, хочет каждый, а до действий доходит до нормальных. Именно тех, которые приводят к результату, не у всех, далеко не у всех. Как бы, иначе, как бы, все были супер-диджеями, и тогда, как бы, не было бы такого… Ну, это была в обыденности. Вот. На самом деле, получается, у тех, кто имеет желание и делает, нужно каждый день целенаправленно идти к своему, как бы, ну, к своему, как это сказать, к своей цели и достигать. Ставьте глобальные цели, в любом случае, как бы, если вы поставите… Если, ну, как бы, я сейчас считаю так, то, что какая разница, какую цель ставить, ну, о чем мечтать, допустим, о резидентстве в каком-нибудь московском модном ночном клубе крутом или, там, о мировой известности, все равно ни того, ни другого пока нет. Как бы, ну, можно, как бы, ну, мечтать именно ставить большие цели. Если даже вы их не достигнете, вы многого достигнете. Вот. На самом деле, вот, каждый может стать, на самом деле, лучшим, и любой может стать любым. То есть, каждый из вас может стать диджеем при наличии желания именно тем, который будет востребован, который будет кататься, там, по гастролям и, ну, быть, быть наверху. Вот. Что хотел сказать. Есть два типа, наверное, людей. В основном это лидеры и аутсайдеры. Лидеры – это те, кто берут на себя больше ответственности. Кстати, на самом деле, если хотите многого достигнуть, придется много брать на себя ответственности. Потому что, если на себя ответственность не брать, ну, ничего не будет. То есть, я, допустим, взял на себя ответственность сейчас провести этот мастер-класс. Если честно, я боюсь. И боюсь до сих пор, и боялся. Но, как бы, им мне предложили, вот, Коля предложил, Сашину, здесь, преподавателю. Я сразу сказал, да, я готов. Почему бы нет? Я не упускаю возможности. Вот. А лидеры именно, как бы, в основном берут на себя много ответственности и добиваются многого. А аутсайдеры, ну, как бы, довольствуются малым и, как бы, ну, не лезут никуда. То есть, как бы, можно, конечно, как бы, всю жизнь проработать резидентом ночного клуба где-нибудь на окраине Москвы. Получает, там, 5000 рублей. А, может быть, бывает клуб, где даже меньше получает диджей за ночь. И, как бы, ну, удовольствуется. Ну, что, ну, на квартиру, допустим, на аренду мне хватает. Ну, и покушать, там, доширак. Все. Как бы, на этом все дело заканчивается. В любом случае, выбор за вами, выбирать вам развиваться или нет. Как бы, кстати, по поводу развития, очень хорошая техника. Мне она очень нравится. Я, кстати, делал так. И, кстати, когда я начал так делать, у меня дела пошли в гору. Самое главное, себе не врать. То есть, то, именно, чем вы занимаетесь, ваш текущий уровень, самое главное, как бы, ну, не преувеличивать, не преуменьшать, а именно честно оценивать. Себе не врать, возможно, только в ванной перед зеркалом. Вы подходите в ванной перед зеркалом, вот так вот глаз делаете. А я сейчас развиваюсь или деградирую в зеркало саму себе. И, честно, скажу, попробуйте, вы себе честный ответ дадите. Вот, реально, как бы, вы не сможете сами себя собрать. Именно вот в этой ситуации. И, реально, ну, как бы, когда я начал задумываться, я понял то, что я в чем-то, наверное, даже деградировал за последнее время. В чем-то, наверное, начал стоять на месте. И, как бы, ну, начал принимать действия. В принципе, дела пошли. Особенно с нового сезона, слава богу. Вот. Так что, опять же, выбор за вами. Хочу все и сразу. Все, наверное, хотят все и сразу. Все хотят быстрых результатов. И вот желание быстрых результатов, оно губит. Потому что, не знаю, допустим, там диджей начал заниматься своим, как промоушен называется, то есть, именно как бы продвижением. Он начал, там, вкладывать деньги в музыкальные порталы, выкладывать треки, ремиксы. Ремиксы, как бы, ну, допустим, большинство людей покупают. Скажу так, я тоже покупал. Сейчас я сижу с человеком на студии. Мы с ним вместе пишем, вместе делаем. Купили два-три ремикса, четыре. И говорят, что-то у меня гастролей нет. Как бы, ну, и не будет. И думаешь, и бросают. И реально из-за этого они, как бы, знаешь, как огонек в глазах потухает. И что-то с диджейингом не сложилось. И ушли на другую работу работать, как бы. Ну, и так вся жизнь проходит. С понедельника по пятницу работа. Потом старость и умирать. Все. Для чего же он, фиг его знает. Вот. На самом деле, сразу вы не станете номером один, даже если себе поставите такую цель. Это долгий путь. Долгий именно в плане... Очень сложно придется. Это очень сложно на самом деле. Но каждый раз маленькая победа за маленькой победой, она добавляет именно... Ну, как бы... Наверное, ну, как... То есть она ведет к результату. Бывают не только победы, бывают поражения. У меня такие были. У меня было пару случаев, когда мне реально не на что было кушать даже в Москве. И за квартиру нужно было еще платить. Слава богу, мне и друзья помогали. И мама помогала с папой. Дай бог, он, конечно, всем здоровья. Вот. Сложные ситуации бывают, но именно, наверное, любовь к делу меня остановила бросить это и уйти на другую работу. Хотя у меня были мысли, там, пойти в какую-нибудь Евросеть или там связной, там, или какие-нибудь там другие магазины, видео, чтобы, допустим, просто как бы получать 30 тысяч рублей. И чтобы мне там, ну, что-то хватало. Ну, опять же, как бы, я, наверное, забросил бы это дело и этим не занимался уже сейчас. Потому что я знаю, есть такие примеры, когда в трудные моменты диджеи, очень талантливые диджеи, музыканты бросали это дело. И, как бы, ну, потом сложно вернуться. Даже если они уже хотят, уже все время потеряно. Вот. Так что, если вы хотите что-то, надо достигать, надо развиваться, надо работать над этим. И у вас все получится. Вот. Это, конечно, такое лирическое отступление. Теперь, наверное, о теме. Что же позволит эффективно выступать. Вот. На самом деле, в первую очередь, нужно преодолеть страх. Очень много диджеев, я видел, чувствуется по ним. Они стоят за пультом, и они боятся. То, что боятся, допустим, чтобы, к примеру, там, танцпол, допустим, они разгонят. Либо они не соберут, либо их люди там закидают, там, не знаю, помидорами. Ну, смешно, конечно. Вот. Страх. Как его преодолеть? На самом деле, страх, ну, чтобы я, в принципе, выписал. Вот. Да. В первую очередь, выписал. В первую очередь, так, что-то, трог запутался. В первую очередь, конечно, страх преодолевается, наверное, все-таки рюмкой. Ну, то есть, как бы, люди выпивают, да, чтобы, как бы, там, для храбрости, типа того, и пошел. Конечно, да, это раскрепощает, это здорово. Но я, на самом деле, честно могу сказать, я, в принципе, никогда не пил, не курил. И, как бы, ничего не употреблял такого злого. Только еду. Вот. То, по-моему, что я люблю, по-моему, в принципе, видно. Я не за то, чтобы быть, как бы, там, со стимуляторами. Рэдбул им балую, спору нет. Бывает, там, особенно на работе, чтобы, как более, там, оторваться. Но, тем не менее, как бы, я не употребляю этим, там, в будние дни или еще чего-то. Кстати, по-моему, Рэдбул можно, да? Если кто-то хочет Рэдбул, подходите. Это как бы наш партнер. Не хотите, правильно? Это вредно. Нет. Для здоровья. Вот. Что такое страх? Страх – это вообще комплекс биохимических реакций в организме, характеризующийся выбросом адреналина в кровь. На самом деле, это дает усиленное сердцебиение, глубокое дыхание, омовение кровью кожных покровов, головы, мозга и мышц. И из этого следует то, что щеки человека горят. Кстати, у меня, да, сейчас. Вот. Глаза блестят. Хорошая реакция появляется у человека, потому что, чтобы, если он боится, вдруг, чтобы… Что там? Да, да, чтобы как бы он мог среагировать. Высокая сообразительность сразу появляется. На самом деле, это вот, как раз таки, и нужно, чтобы выступить эффективно. Но человек обычно переоценивает посредства выступления, и отсюда избыток адреналина в крови. То есть, он боится, а вдруг там чего, на самом деле, вдруг там не сработает, вдруг там мне там кинут чем-нибудь, я говорю, заткнись, допустим, да, скажет. Конечно, как бы это глупо, да, если все адекватные люди, то никто такого делать не будет. Вот. На самом деле, когда мы боимся, у нас дрожат колени и руки. Это для того, чтобы мышцы выжили излишний адреналин в крови. Это как бы такая реакция организма, потому что, как бы, ну, как бы так мы устроены. На самом деле, если с этим справиться очень легко, нужно дать мышцам нагрузку, попроседать, поразмахивать руками. Но, естественно, это все нужно заранее, чтобы дыхание было в норме. Это не значит, что вы сейчас попроседали, там, здрасте. Ну, как бы, ну, такого быть не должно. Кстати, если честно, да, я перед этим тоже попроседал, дал нагрузку и, ну, перед этим выступлением. Я этим активно пользуюсь, это очень хорошо работает. Вот. Также можно подвигать челюсти вперед-назад 20 раз. Это затронет буждающий нерв и это успокаивает. То есть, вот так вот. То есть, как бы, это реально, как бы, работает. Вот. Это все использовано, как бы, на моем личном опыте. Вот. Также существует такая штука в организме. Это обратная связь. Мышцы связаны с мозгом. И когда мы боимся, мы поджимаем плечи, голову, выжимаем себя, чтобы инстинктивно убречься от опасности. То есть, допустим, может, там что-нибудь не прилетит там. То есть, я зачастую видел диджеев, которые стоят за пультом. Такое ощущение, как вот они сейчас спрячутся вот так вот за подстол. И, как бы, ну, то есть, ну, это некрасиво смотрится со стороны. Вот. Как справиться с этим? Нужно выпрямить плечи. Нужно так, ну, как бы, насильно. И когда вы выпрямляете плечи, мозг автоматически понимает, вспоминает, вернее, то, что в этом положении все было хорошо. И дает обратную связь. И человек, как бы, ну, страх, он уходит. Вот. Вот. То, что, как бы, написано. То, что мозг даст импульс, что будет все хорошо, и нам становится легче. Вот. Также, если существует такая теория, и, как бы, это мы проверили на практике, это идти навстречу страху. То есть, если вы чего-то боитесь, чем ближе то, чего вы боитесь, тем больше у вас страха. Но, как бы, нужно себя пересилить и просто пойти на, ну, как бы, допустим, пойти на выступление, допустим, встать за пульт. То есть, в момент, когда вы идете навстречу страху, вы идете дальше, как говорится, а он проходит дальше. И все. И, как бы, вы уже понимаете, после этого момента, когда, ну, уже, как бы, преодолели страх, понимаете, что нечего бояться. И все, и успокаиваетесь. То есть, это очень хорошая штука, как бы, ну, просто идти вперед. Вот, также и существует такая штука, то, что боязнь стать смешным. Многие выступают неуверенно и пытаются быть незаметными. А на самом деле, ведь можно выступить так, чтобы потом все о вас говорили, снимали выступления на телефоны, в сеть выкладывали. Здорово, когда выступает диджей, его снимают с разных телефонов, а потом видео одно, как бы, в интернете с разных, там, ракурсов. Я недавно ездил в республику ТВА на гастроли, и я выступал на дне города, на главной площади, было 15 тысяч человек. Это не клуб, где 100 человек. Это другие совершенно ощущения. Я там прыгал, скакал за пультом, просто был очень мокрый. Под конец чего-то только воды на себя вылил. Не знаю, ну, мне просто жарко было. Нет. Хотя надо было, потому что я потом замерз, там холодно ночью. Уже под ночь было дело. Майку не срывал. Вот. То есть я потом на следующий день набил ВКонтакте Куцуев. Я нашел видео с разных телефонов и с разных людей. И люди писали, что было круто и здорово. На самом деле, как бы, ну, мне это было очень приятно, но это все-таки достигается именно каким-то активным поведением за пульта. И из-за пульта, то есть и отсутствия, наверное, боязни какой-то. Потому что диджея, который просто стоит такой, что-то там тыкает, смотрит в пульт, внимания на публику вообще нету, он неинтересен. Его снимать не будут. Вот честно, его не будут снимать. Легче просто микс поставить, как бы, и диджея убрать. На самом деле, нужно не бояться и быть уверенным в том, что делаешь. Быть естественным, самое главное. Не надо наигрывать. То есть есть диджеи, я знаю точно диджеев, которые, как бы, на своих выступлениях чуть ли не на стол залазят. Там, эй, прям с первого же трека начинают там скакать. Это смотрится глупо, честно. Это смотрится глупо, потому что все-таки, ну, нужно чувствовать. Если тебя реально прет, то да, все здорово, с того люди будут переться. Если тебя не прет, и ты, как бы, себя это выдавливаешь, это, на самом деле, ну, ничего хорошего не приводит. Смотрится реально очень глупо. Поэтому не надо так, не делайте. Вот. Также мимика лица очень немаловажна. То есть, если вы за пультом стоите, какой-то там, ну, рожу-корщи, чесляем себе, там, что-то в голове, ничего хорошего тоже, как бы, нет, потому что люди это видят, то, что диджей какой-то, вот, ну, не такой. Вот. Нужно делать гимнастику для лица. То есть, строить гримасы перед выступлением, там. Я тоже сейчас так делал в туалете. Вот. Дома чаще смотреться нужно в зеркало и наблюдать за мимикой, чтобы вы привыкли. Потому что, когда это войдет у вас в привычку, вы уже не будете задумываться о том, как правильно там лицо, нужно правильно, как правильно улыбаться, как правильно смотреть. Это уже будет на автоматизме. Вообще, лучше поставить на стол зеркало, за которым работаете, и постоянно смотреть. Это как бы вы в течение нескольких дней можете привыкнуть к этому, и потом уже просто-напросто не сможете по-другому. Если вы чего-то, реально, если вы чего-то, ну, к чему-то привыкаете, ну, допустим, делать что-то хорошо, а вы уже плохо потом не сможете сделать. Вот. Кстати, с Колей недавно разговаривали о том, что, допустим, трек запустить не в бит. Ну, есть такое упражнение, просто в школе диджеев не получается правильно. Очень сложно себя перенастроить, когда ты уже привыкли треки запускать правильно. Хотя некоторые диджеи у них квадрат сводят, как бы, и считают это нормой. К сожалению. Таких тоже были случаи, видел. Вот. Самонастрой, он немаловажен. Самонастрой — это такая штука, когда вот реально вот вы приходите в клуб, у вас, допустим, плохое настроение, а от вас ждут хорошего настроения, от вас не ждут, что вы встанете и будете с плохим настроением играть, и народ разгонять. Наоборот. То есть, если у вас какие-то там проблемы, там, в личной жизни, не дай бог, там кто-то умер, там, кошка, там, бабушка, или еще кто-то, все за дверью клуба. Всегда все за дверью, только там. Потому что, как бы, если вы принесете это в клуб, это почувствуют все, и, как бы, ну, от вас многое зависит, на самом деле, в клубе, потому что диджеи... Все-таки, конечно, главный, наверное, в клубе, там, не знаю, там, управляющий или директор, но можно так сказать. На самом деле, главный диджей. Он задает настроение, задает тон. И вечеринка проходит именно так, как диджей себя чувствует. Вот. Я выработал все это дело до автоматизма. Если, допустим, у меня настроение плохое, я буквально по щелчку пальца могу переключиться на хорошее. То есть, у меня настроение меняется, там, может быть, за 30 секунд я могу спокойно переключиться на хороший лад и уже рвать. А потом уже, как бы, я подумаю о том, что меня беспокоит, но это потом, после работы. Вот. Улыбайтесь. Публика это любит. На самом деле, вот, о чем я говорил, в принципе, да, улыбка это очень важно. Ну, если ее не будет, ну, грустный диджей, ну, как бы, ну, не знаю, печальный. Он никого не привлекает, наверное. Вот. Что касается материала. музыкального. Вот. Очень много диджеев. Ну, да, есть такая тема. Очень много диджеев. Вот. Ну, я, опять же, говорю про коммерческие клубы, про попсовые, наверное, в основном, то, что, как бы, каких большинство. То есть, я сам являюсь попсовым диджеем, и вроде бы, как бы, по версии промо-диджи, я являюсь попсовым диджеем номер один в России. Ну, как бы, как бы, промо-диджи такой, ну, как бы, это наш, как бы, получается, партнер тоже, да? Вот. То есть, как бы, это, наверное, единственный рейтинг, который, как бы, в России есть такой, ну, как бы, постоянный. То есть, есть там, проводятся какие-то номинации, но это раз в год. А это постоянное, он все учитывает, как бы, ну, если я там номер один, значит, здорово. Вот. В общем, очень много диджеев слышал, то, что играть нечего. Типа, под новое не танцуют. Типа, я, говорит, я не знаю, там, что играть там. И реально, как бы, слышишь диджеев, я, допустим, слышал лайбы, вот, к примеру, я играю, ну, меня приглашают в один ночной клуб, называется Барбос. Недавно, кстати, была клубная неделя на промо-диджей. Москва, нет? Пионер. Да, все, извините, я уже... Ладно. Вот, была недавно клубная неделя этого клуба. И очень, ну, как бы, мы записываем там лайвы постоянно, разных диджеев, которых приглашаем, их потом выкладываем. Зачастую я, как бы, это слушаю, мне очень интересно анализировать все. Я слушаю и понимаю, то, что диджей играет постоянно одну и ту же музыку, такое ощущение, как будто из одной и той же папки. Два, допустим, приглашают его раз в месяц. Отыграл? Один раз, хорошо, здорово, все танцевали, все супер. На второй месяц то же самое, только, ну, может быть, там треки поменялись местами. На третий раз то же самое, ну, как бы, неинтересно, наверное, уже. Как бы, мне, допустим, я люблю такую фразу, пережеванное, невкусно. И, как бы, ну, мне, допустим, было бы неинтересно играть одну и ту же постоянно. Я всегда стараюсь качать музыку. Всегда стараюсь ее разбирать, всегда стараюсь готовиться. Вот. И на самом деле новой музыки много. Я каждую неделю выкачиваю где-то, наверное, от 500 до 800 треков. И все это дело переслушиваю, разбираю. Но, конечно, голова пухнет. На самом деле разбирать музыку это самое нелюбимое мое занятие в моей деятельности. То есть я такая, сидишь, отслушиваешь тонны этого дерьма, который выходит и выбираешь из него что-то нормальное. На самом деле музыки много. Конечно, соглашусь с тем, что хорошего качества треков мало. Но играбельных, которых можно играть, их очень много. Я каждую неделю набираю на новый сет. Спокойно я могу каждую неделю отслушивать сеты, ну, вернее, отыгрывать сеты новые. И, кстати, я часто записываю лайвы в ночных клубах, именно записи своего выступления, их выкладываю в интернет. Благодаря этому меня как бы и на гастроли приглашают, потому что мы услышали твои, допустим, лайвы, нам понравилось. То есть лайв это именно то, как вы играете. Это как бы, можно сказать, если вы не стесняетесь своей игры, не стесняетесь своей, там, ну, как вы играете, как вы подаете, смело записывайте, выкладывайте. Это очень хорошая тема для продвижения. Вот. Я, кстати, почти не записываю сейчас обычные миксы, потому что у меня на это времени нет. Но каждую неделю записываю лайвы, стараюсь, и выкладываю. И мне неинтересно было бы одно и то же постоянно выкладывать, и слушателям было бы неинтересно. Поэтому как бы я стараюсь постоянно готовиться. Меня это дисциплинирует, потому что нужно каждую неделю отслушивать, по четвергам сидеть. Сложно, но куда деваться. Без этого никак. Вот. От того, что не танцует под новые, возникает боязнь потери танцпола. Я, кстати, когда над этим задумывался и готовил этот мастер-класс, я задумывался именно с психологической точки зрения, почему диджей играет одно и то же. Именно, наверное, поэтому, потому что они боятся. Вот я сейчас новый трек я поставлю, народ уйдет в танцпол. Поставлю-ка я уже проверенный, старый. И от этого получается то, что постоянно одно и то же, постоянно одно и то же. И на самом деле все зависит именно от вашего настроя. Если вы боитесь, люди это чувствуют. И как бы, если вы ставите новый трек и боитесь разойдутся, они обязательно разойдутся. Я думаю, к этому все происходит. Мне очень нравится из фильма «Матрица» фраза Морфеуса «А ты не пытаешься, ты бей». То есть, если ты слышишь, что трек здоровский, классный, ставь его. И не думай о том, что разойдутся. Я лично так делаю. У меня под все танцуют. Я как бы не знаю. Как бы, у меня, слава богу, не было такого. Но как бы, для меня, пустой танцпол, это непозволительно просто. Вот. Отсюда возникает, опять же, нежелание готовиться. Ну, типа, зачем? Музыки-то как бы новой много, да, но выкачивать, а потом все дело отслушивать, а все равно нового ничего не сыграешь. В итоге получается так, что какой-нибудь хит, допустим, там, не знаю, там, с Крилекса, сейчас вот, порт по ламборгини стал. Все его скачали, да, все его играют, как бы, это, ну, хиджи, как бы, и все. А остальных треков, которые множество просто, их не качают, как бы, и все. И как бы, диджей начинает лениться. Диджей начинает лениться, и все. И как бы, на этом все дело, как бы, ну, и застопривается, потому что у меня с Моболь такие случаи, когда я по полтора месяца не, ну, я качал музыку, но я ее не разбирал. У меня набиралось по две, по две с половиной тысячи треков, и потом садишься такой, блин, как? Чуть не вырвался. Ну, реально, как бы, это, ну, лучше, лучше каждую неделю готовиться, и готовиться нужно тщательнее и дольше. Это, наверное, все-таки банально звучит, но, тем не менее, как бы, нужно готовиться, больше, это позволит вам более лучше выступить. И когда особенно вы подготовились, вы знаете свой материал, и знаете, что играть, когда, можно, кстати, предугадать, то, как будет материал на танцпол ложиться. То есть, если вы, допустим, знаете клуб, в котором вы играете, допустим, вы встаете играть в два часа ночи, допустим, как я делаю, у меня сирата, я заранее закидываю плейлист, треки, их распределяя примерно, я понимаю, с чего я начну, каким треком я продолжу, каким треком я всех соберу, потому что мне, допустим, если там не все танцуют, каким треком я могу их оставить, там, каким треками, каким треком я могу им, как бы, ну, взорвать их, потом маленько отпустить, чтобы, допустим, они там выпили, покурили, как бы, особенно, как бы, если люди, если давать людям выпить, ну, в баре, ну, как бы, такое, ну, как бы, можно их, конечно, на танцполе продержать вообще, то есть, как бы, ну, всю ночь, прибыли не будет у клуба, а, как бы, потом скажет, директор, что-то, когда вот диджей этот играет, у нас, как бы, вообще в ручки проседают, давай кого-нибудь будем ставить, и поставят кого-нибудь похуже, который в танцпол не держит, но который, как бы, людей в баре держит, вот, нужно, как бы, естественно, держать людей на танцполе, но отпускать, и, когда вы их отпустили, человек может уйти на трек, на два, но потом прийти, и еще веселее становится танцевать, потому что он выпил, как бы, так, как-то так, вот, хотел сказать про устройство головного мозга, в головном мозге есть нейроны, это вот такая штучка, вот, если микроскоп посмотреть, у нейрона есть дендриты, и аксоны, эти нейроны создают нейронные цепочки связи в головном мозге, это называется обучение, в принципе, то есть человек привыкает, привыкает именно к тому, к чему, ну, что он делает постоянно, и, как бы, слушает одну и ту же музыку, допустим, ходит в одни и те же рестораны, на самом деле, вот, в Москве тысячи ресторанов, да, человек знает два-три, и, как бы, в них и ходит, то же самое, ест одно и то же, слушает одно и то же, и, соответственно, хочет слушать в клубе одно и то же, то есть, как бы, вот, от этого все тоже, как бы, почему я, как бы, это затрагиваю темы, потому что люди привыкли к тому, что они, как бы, ну, знают, что они слушали по радио, по радио, потому что каждый 15 минут одно и то же крутят, и, поэтому, как бы, приходится, как-то, ну, играть ту же самую музыку, вот, на самом деле, это дело решается все тем, что нужно людям давать положительные эмоции, человек приходит в клуб, приходит в клуб для того, чтобы забыться, и нужно дать ему забыться, дать положительные эмоции, чтобы он ушел из клуба радостным, у него там могут быть проблемы какие-то, у многих проблемы, забота, да, как бы, какие-то там денег там не хватает, работа плохая там, или еще чего-то, там, на самом деле, с девушкой проблемы, нужно дать ему забыться, и диджей, это, ну, как бы, выполняет эту функцию, потому что, если на танцполе все здорово и классно, человек вообще не думает ни о чем, он танцует, ему здорово, ему хорошо, как бы, вот это нужно давать, а не просто, как бы, опять же, я призываю к тому, что не просто стоять за пультом, и, как бы, там, кнопки сжать, как бы, и не смотреть даже на публику, вот, а, что хочу сказать по поводу поведения за пультом, поведение за пультом, это немаловажная тема, потому что, опять же, как бы, я к чему клоню, то, что, вот, в общем, связь устанавливается, это, кстати, доказано, ну, как бы, ну, это не я придумал, это доказано учеными, то, что связь устанавливается в большинстве, ну, как бы, больше своей части, 60% по визуальному каналу, то есть, внешнему виду, как человек выглядит, что он делает, как бы, вернее, как, что он делает, это как преподносится информация, 30%, и только 10% о содержании, ну, как бы, ну, содержание воспринимается только 10%, то есть, соответственно, музыка, это и есть содержание, то есть музыка, на самом деле, важен только на 10%, все остальное, это как преподносится информация, и как бы, как что человек видит, на самом деле, к этому можно отнести и световое, ну, как бы, свет в клубе, потому что, если свет плохой в клубе, люди танцуют по одному, если свет насыщенный, яркий, все мерцает, и вовремя мерцает, то эффект совершенно другой, я во многие, допустим, клубы, когда приезжаю, если там нет световика, а бывает такое, то, что в маленьких барах, там световый пульт в диджейке стоит, я не только играю, я еще с световым пультом играю, фактически, второй рукой, получается, и мне как-то в одном клубе сказали, ну, арт-директор сказал, я говорю, понял, почему у тебя все танцуют, и все здорово, потому что, говорит, ты, светом управляешь, я говорю, ну, да, остальные просто стоят, как бы, там мерцают как-то сам в себе, вот, так что это тоже немаловажно, мертвые и грустные диджей никому не интересны, хороший диджей, мертвый диджей, не, на самом деле, мертвый диджей, это связано, сказано к тому, к тем диджеям, которые просто стоят за пультом и ничего не делают, то есть, такое ощущение, как будто просто манекен, то есть, вот он стоит, и все, и грустный диджей, опять же, отсыл к тому, что нужно улыбаться, нужно улыбаться, нужно позитивно, позитив нести людям, вот, и очень много, как бы, да, есть арт-директора, которые реально, как бы, ну, на моей памяти, которые реально заворачивают таких диджей, в плане того, что, если отыграл диджей, если он не показал себя именно как вот, не с точки зрения музыки, он может офигенно играть, но он стоит просто за пультом, после чего-то его не приглашают, ну, как бы, это тоже немаловажно, это подача, чтобы это было, нужно кайфовать от того, что вы делаете, и люди это чувствуют, реально люди чувствуют всю энергетику, которую вы им передаете, и то, что я сейчас, допустим, вам говорю, тоже от меня исходит энергетика, и от вас исходит энергетика, и у нас взаимообмен получается, вот, люди на самом деле это чувствуют, есть такое театральное выражение, по-моему, публика дура, но ее не обманешь, вот, а то есть, как бы, реально, как бы, публика, публику легко увести за собой, абсолютно, то есть, как бы, если человек знает, человек умеет, на выступлениях можно вести в свою сторону, но ее не обманешь, если вы не искренне ведете себя, и не умеете чего-то, как бы, поэтому, как бы, нужно по максимуму стараться все изучать. Зрительный контакт, вот, да, такой, зрительный контакт, он немаловажен, то есть, я, допустим, сейчас вот с вами говорю, я стараюсь, как бы, как вам каждому, там, смотреть, допустим, в глаза, если бы я вот так вот просто говорил бы, да, вам было бы неинтересно на меня смотреть, вы просто-напросто потерялись бы, то же самое на танцполе происходит, люди чувствуют, люди видят, визуальный контакт, он необходим, если диджеи не смотрят на народ, ну, на танцпол, люди, они могут не уйти, музыка хорошая, они останутся, но люди теряются, то есть, как бы, вот меня, что иногда, как бы, ну, раньше особенно, сейчас, слава богу, нет, я понял, в чем причина, раньше, я, меня, как бы, даже бесило то, что люди танцуют задом к диджею, то есть, как бы, то есть, стоит он там, танцует, ему пофиг вообще на все, что происходит, а потом я понял, почему, потому что я не держал визуальный контакт, а надо вовлекать людей, нужно, как бы, то же, чтобы каждый смотрел, то есть, не там, не где-то там у себя, или, допустим, приходят люди, которые там стоят на танцполе, там пританцуют, и в телефоне, в телефоне, в телефоне, что-то там делают, значит, ты не вовлек, значит, ты не смог сделать, не, как именно, я про диджея говорю, не смог установить контакт с человеком, и он потерялся, вот, то, что я говорил, отсутствие зрительного контакта, означает безразличие, то есть, если человек не видит вас, не видит ваши глаз, это означает то, что он, он чисто на инстинктивном уровне, понимает то, что вы ему безразличны, и поэтому, как бы, он теряется, люди могут даже из этого, из клуба уходить, а что-то там невесело, как бы, да, и на меня никто внимания не обращает, я один пришел тут, вот, такое тоже может быть, контакт с публикой, нужно держать, ну, как бы, я говорил, нужно держать контакт с танцполом, не утыкаться в пульт, а видеть публику, как бы, общаться с ней, на самом деле, публика любит, когда с ней общаются, и непосредственно микрофона, как некоторые, ну, МС делают, как бы, да, вот, нужно жестами, то есть, как бы, нужно музыку как-то обыгрывать, есть диджеи, допустим, мне очень нравится Володя Фонарев, который играет транс, и, ну, ее наверняка знают, мне очень нравится тем, что он на своих выступлениях, просто, наоборот, там чуть ли не каждый звук обыгрывает, то есть, вот, человек просто чувствует музыку, он пропускает ее через себя, вот, также нужно взглядом как-то вот стараться, как бы, танцпол охватывать, посредством музыки, соответственно, тоже нужно взаимодействовать, ну, возможно, микрофоны, конечно, хотя это работа МС, но есть и ДМС, которые работают с микрофоном, я, если нет МС, если у меня хорошее расположение духа, хорошее настроение, я тоже работаю с микрофоном, именно как бы, но не так, что, допустим, там я подпеваю где-нибудь там-то в песнях, я вообще ненавижу, когда МС просто подпевает треки, да, мы и так слышим, что он, что поют, как бы, зачем еще нам дублировать это, вот, и тем самым, как бы, в совокупности, это все передается, ну, свое настроение публике, опять же, хорошее настроение должно быть, а не плохое, можно также плохое настроение передать, можно, как бы, я бывал и такое, то, что у меня было плохое настроение, я встал за пульт, и я просто в два трека просто полный танцпол просто разгонял, хотя сам я хотел, чтобы они все танцевали, опять же, этот настрой, люди это чувствуют, если, особенно, для тебя играл хороший диджей, ну, как бы, с хорошей энергетикой, и ты встал, то, как бы, ну, сложно потом вернуть танцпол, реально танцпол, сложно, если вы потеряете, не теряете, вот, захват аудитории, есть такая штука, свой-чужой, то есть, человек при первом знакомстве пытается определить неосознанно, это все приходит невербально, то есть, в подсознании, сколько в нем меня, то есть, вот вы живете, у вас уже определенный сложившийся тип человека, как бы, вы живете каким-то, там, не знаю, там, моральным устоем, вот, и, соответственно, когда вы встречаете другого человека, вы из первых, секунд или минут, понимаете то, что человек похож на вас чем-то, у вас есть что-то общее или нет, если нет, то, как бы, значит, соответственно, он чужой, и нужно показать человеку, что нас многое объединяет, ну, как бы, диджей объединяется за толпой, то, что я свой, это относится в основном к внешнему виду, в первую очередь, и к музыке, потому что, как говорится, судя, ну, как бы, встречает по одежке, провожает по уму, вот, а внешний вид, в плане того, что, допустим, если вы приедете в какой-нибудь районный клуб, и будете там, ну, такого на пафосе, да, где-то на 100 тысяч рублей, такой гламурно, а там реально гопари какие-то, они скажут, а, это не свой чувак, не спортивка, грубо говоря, вот, и, как бы, естественно, как бы, нужно понимать, куда вы едете, и, соответственно, как бы, и одеваться, потому что клубы бывают разные, на самом деле, как бы, приходится играть в разных местах, не только, как бы, там, в лакшире сегмента, но, как бы, фигового сегмента, как это назвать, не знаю, вот, и, соответственно, музыка, если вы приедете в ночной клуб, где играет попса, там, руки вверх и прочее, и поставите техно, особенно, если там гопари, ну, ничего хорошего не будет, или там дип будете играть, новомодный, который они вообще не понимают, да, скажут, что нормально, что-нибудь поставь, был такой случай, кстати, мне рассказывал один человек, он не в городе, ну, не буду говорить город, в городе проходил Open Air, на Open Air собрали 3000 человек, Open Air делали люди, которые любят дип хаос, и, как бы, 3000 человек, это совершенно другая музыка должна быть, это должна быть, наоборот, как бы, ну, там, EDM, Big Room, как бы, ну, ни в коем случае не дип хаос, ну, хотя в начале, да, да, то есть, должна быть музыка такая, эй, и вперед, вот, а диджей, которым это рассказывал, он играл коммерцию, он не играет дип хаос, он играл, типа, на разогреве, чтобы всех собрать, там, на танцпол, как бы, да, и оставить их, после него должен был играть диджей, от организаторов, который должен был играть дип хаос, он побоялся выйти, потому что город, ну, это регион, Россия, и очень много собрали на этот Open Air гопоты, и гопори радовались, то, что, как бы, играет, там, качевая музыка, и попсак, и коммерция, а тут чувак должен был играть дип, и он не вышел просто за пульт, ну, побоялся, мягко говоря, потому что, боялся, что его потом, как бы, ну, либо с пульта свергнут, либо, как бы, ну, что-то будет, вот, не очень хорошее, поэтому нужно понимать, то, что если вы играете, как бы, туда в клубе, или в баре, где играет попса, надо играть попсу, и то же самое, если вы на техно-вечеринке поставите руки вверх, вас тоже, как бы, ну, не скажут вам спасибо, вот, а на самом деле, над пультом нужно выглядеть, как это, перед публикой, вы должны быть значимее, показать ладони, это вообще очень хороший, как бы, ну, хороший жест, признак открытости, то есть, если, допустим, я играю, я стараюсь как-то там, ну, как бы, ну, не знаю, там, руки к небу, да, да, вон там чувак показывает, а, Дима, вот, в общем, это, то есть, люди это хорошо воспринимают, это опять же, как бы, у нас в подсознании сидит, то, что если человек показывает руки, значит, он открыт, значит, он расположен, вот, что касается, как бы, ну, как правильно стоять за пультом, нужно смещение центра стяжести вперед, то есть, как бы, не то, что вы, как бы, ужимаетесь куда-то назад, а нужно, как бы, быть вперед, чтобы люди это чувствовали, ну, вы пройдете? Вот, нужно вперед, спина должна быть прямая, подбородок должен быть приподнят, не надо ужиматься, потому что, как бы, ну, это, как бы, тоже на внешний вид влияет, вот, грудь должна быть вперед, нужно также передвигаться за пультом, создавать движение, особенно, если сцена большая, и много людей, я, когда играл, допустим, на гастроле, когда был 15 тысяч человек, я там по сцене туда-сюда ходил, бегал, и, как бы, это было здорово, потому что, если 15 тысяч человек видит, просто там человек, который там издалека, особенно, который пуст руку поднимает, это не очень хорошо смотрится, а когда создается движение, людям интересно, вот, как бы, это, ну, в любом случае, двигающиеся объекты, они привлекают внимание, да, вот, также немаловажно, это установление зрительного контакта на дальних углах, там тоже ждут вашего внимания, туда, ну, там не ждут вообще вашего внимания, если там, допустим, в клубе где-нибудь там, в том углу, или еще где-то там вот есть, допустим, народ, вы смотрите только прямо, то же самое, я могу смотреть прямо, я могу смотреть, да, вот человек стоит, вот он меня видит, то, что я на него обращаю внимание, так же, как бы, и здесь, не совсем, но, как бы, не видно, вот, нужно, чтобы каждый находящийся в клубе почувствовал, что вы выступаете именно для него, ну, как бы, понятное дело, выступаете для всех, но чисто психологический человек должен понять, что я, человеку вообще важно быть значимым, соответственно, если диджей, который там, ну, как бы, на виду, он обратил внимание на какого-то человека, вот, который там не ожидал даже этого, он, о, нифига себе, и даже будет стараться, как бы, уже подойти, ну, как бы, да, к диджею, ну, как бы, рядом уже показаться, хей, ты меня смотрел, я здесь, на самом деле, человеческий глаз, он очень быстро двигается, и, когда встаете за пульт, нужно сразу всех посмотреть, всем в глаза, это, как бы, занимает, фактически, две-три секунды, но, как бы, если, ну, мой взгляд, попал в внимание другого человека, он-то заметил, даже чуть-чуть, поэтому, как бы, это располагает, вот, хотя бы найдите контакт с одним человеком, бывает такое-то, что стоите в клуб, и люди сами по себе, то есть, где-то там, кто-то там там танцует, кто-то у бара, или еще чего-то, хотя бы с одним человеком найдите контакт, когда вы понимаете, то, что человек, ну, на вас, на вас обратил внимание, и вы тоже не обращаете внимание, и у вас начинается какой-то, как, диалог, то есть, как бы, не без слов, ну, как бы, вы понимаете, а, Вот. И между вами образуется как бы энергетическая, как-то мне один человек сказал, энергетическая дуга, то есть энергетический обмен. Люди начинают это чувствовать, и люди начинают к этому подтягиваться. С одним установили контакт, другие тоже подтянутся, и с ними установите контакт. Так вот собираюсь в танцпол. Мне, в принципе, это занимает, как правило, 2-3 трека. У меня уже, в принципе, полный танцпол, если даже он пустой был. Ну, как бы, если это использовать, вообще без проблем. Можно. Кстати, я хотел сказать по поводу вопросов. Вопросы будут, специальный блок вопросов, чуть позже. Вот. И я постараюсь на все ответить. Да, забыл об этом вначале сказать. Вот. Диалог с публикой. Главный секрет публичного выступления – это не выступать перед людьми, а говорить с ними. Ну, говорить это в кавычках, конечно. То есть, как бы, как вот сказать, то есть, как я и говорил, то, что нужно взаимодействовать с публикой. Вот. Если этого не будет, человек теряется. И можете потерять, человек может реально уйти. Если вы всех потеряете, скажут, да, диджей всех разогнал. Не будем в следующий раз стеклить. Вот. Вовлечение публики. Вовлечение публики – это немаловажно, потому что очень, как бы сказать, то есть, когда публика просто сама все танцует. Это как бы, ну, это одно. Когда вы начинаете, допустим, какую-нибудь там известную песню, какую-нибудь офигенную, хит, который там люди знают, и люди упоют на эмоциональном, ну, подъеме. Вы начинаете, допустим, убирать фейдер, да, и люди начинают это дело петь, они как бы вовлекаются в это дело. И я, кстати, люблю это использовать, потому что это здоровский эффект ведет. При увлечении публики выступление становится запоминающимся, впечатляющим и сильным по воздействию. Увлечение дает почувствовать, что с публикой говорят, и происходит какое-то общение. То, что вы делаете общее дело, то есть не диджей отдельно, да, танцпол там сам по себе, а именно вы все воедино. То есть как бы все то, что в клубе происходит, это вот диджей во голове, и он всеми, как бы всех направляет. Это главный результат, после чего, кстати, когда вовлекаешь человека, человек, даже если ему что-то не понравилось, он не скажет, что было плохо. Это, кстати, очень хорошая штука, потому что могут сказать, а вот хреново было, допустим, там, хреново диджей играл. Не скажут уже, потому что они сами в этом участвовали. А когда человек сам в чем-то участвовал, ему, ну, и у него уже как бы мысль не повернется туда, в ту сторону, то, что было плохо. Вот. Также призываю всех по возможности во время выступления не отвлекаться на интернет и на телефон. Потому что часто бывает такое, что смотришь, там диджей выступает, вроде бы, как бы, все здорово, музыка хорошая, а он в телефоне сидит. Что-то переписывается вконтакте, усиленно просто переписывается, как бы, там, ему пофиг, что то, что на танцполе происходит. Во-первых, настрой теряется при этом, должный, который должен быть, атмосфера теряется. А во-вторых, как бы, ну, люди вас теряют. Это, как бы, по возможности нужно телефон убирать. Я, когда, если у меня какие-то важные выступления, особенно, допустим, прямо в прайм-тайм, на два часа мне ничего не стоит. Телефон выключить, в сумку положить, как бы, я без этого спрекрасно справляюсь. Ну, как бы, могу, там, допустим, сеть выключить, там, сходкой, допустим, танцпол, и все. Или видео снять. Вот. Успех — это когда танцует даже персонал. У меня зачастую бывало такое, то, что персонал в клубе официанты, бармены просто, как бы, ну, вместе с гостями танцуют. И, хотя, в принципе, как бы, они должны работать, а им просто весело их прет. Потому что они находятся в этой же атмосфере, в которой находятся диджей и народ. И, как бы, вот это здорово. Прикольно наблюдать, когда, там, официант, там, где-нибудь сбоку, допустим, отплясывает, там. Ну, прикольно просто это. Бывает такое, то, что охрана танцует. У меня пару раз такое было. Интересно наблюдать, когда тоже где-нибудь, там, сбоку. Или прямо на танцполе охранник танцует. Хотя, вроде, он трезвый. Как бы, ну, как бы... Кавказец. Или с гинка танцует. Нет. Дело не важно. Кавказец, не Кавказец. Дело в том, то, что, ну, национальность не важна. Такое тоже бывает. Хотя, в принципе, охране нельзя танцевать. Как бы, они должны следить за порядком, как бы, и по стойке смирно. Но, как бы, тем не менее, бывает такое. Это здорово, на самом деле. Самое главное, вот все, что я об этом рассказываю, ну, вам, вернее, то, о чем я вам рассказываю, это позволит вам произвести эффект вау. Если эффекта вау нет, вообще, не важно, даже в диджеинге, допустим, мастер-класс проводит, либо вы идете на какое-то представление, допустим, в театр, в кино, вы ожидаете то, что будет сейчас просто круто. А этого нет. И потом, а, ну, что-то было так себе. То же самое будет в клубе. Если диджей выступил хорошо, но не дотянул до того, чтобы прям было здорово все. Люди потом скажут, что-то как-то было не очень. Что-то в этот раз не удалось. Плохая музыка. Как в этом известном видео. Вот. Про направление. Надо, чтобы каждое ваше выступление заканчивалось тем, что люди говорили, вау, был крутой диджей. Потом о вас рассказывали другим. К этому нужно стремиться. Это можно достигнуть. Очень легко, как бы, нужно просто, ну, как легко. Нужно просто работать над этим. Вот. И от этого тоже зависит, ну, как бы, хочу сказать то, что есть такая фраза. Диджеев больше, чем людей. Это сказал Сергей Пименов из группы ППК. Я недавно нашел это видео, пересмотрел. Диджеев больше, чем людей. На самом деле, диджеев огромное количество. Диджеевские школы открываются. Диджеи плодятся. Извините за выражение. Это, как и хорошо, наверное. Как и, наверное, не очень. Потому что, все-таки, диджейских мест, ну, где можно играть и работать, не так-то много. Но, как бы, любой из вас может играть там, где вы поживаете. Если вы, как бы, приложите к этому усилия. И можете этого достичь. Некоторые клубы, которые мне казались, допустим, недостижимыми. Когда, то же самое Тюнинг Холл. Или вот я в Лондоне недавно играл. Я очень хотел в эти места попасть, но у меня не получалось. Но в итоге пришел момент, когда они меня сами пригласили. И это было здорово, как бы, да. И получилось так, что, ну, как бы, нужно, как бы, выделяться из общей толпы. Не просто быть там наряду со всеми, которые играют стопку треков, сто треков одних и тех же, да. Таких диджеев, ну, как бы, мало смысла у тебя стоять, когда у нас такой же свой есть, допустим. Могу так сказать. Хочу сказать про региональных диджеев. В городах я замечал то, что диджеи играют очень качественно и здорово. Вообще просто, вот, профессионалы в Москве таких я многие, ну, в основном не слышал. Ну, это все происходит почему? Потому что в регионах рабочих мест ограниченное количество. Я сам, когда играл в Ульяновске, у нас было всего пять клубов. И, как бы, диджеев было огромное количество. И на мое место, где я работал постоянно резидентом, охота была. Ну, как бы, слава богу, у меня получилось, как бы, продержаться там три с половиной года. И, как бы, ну, значит, как бы, я, наверное, все делаю правильно. Также в регионах диджеи очень качественно играют, качественный материал подают. И стараются тоже вестись за пультом достойно, очень хорошо. Но там же, опять же, почему? Потому что они боятся то, что если они будут делать что-то плохо, на их место другой, как бы, ну, придет, кто сделает лучше. А тут то же самое, как бы, в Москве просто, как бы, мест огромное количество. И диджеев много, особенно с регионов, которые, ну, на родине у себя не смогли где-то место найти, поиграть. Такое тоже бывает. Ну, кто-то едет, конечно, за продвижением в Москву, но часто бывает такое, что диджей приезжает именно для того, чтобы просто, как бы, ну, хоть здесь найти работу. Вот. И, как бы, нужно реально работать качественно, как бы, потому что, то есть, не доводит до того, что, допустим, если я буду работать плохо, меня выгонят. Вот, как бы, а надо, как бы, показывать уровень, то, что, как вот у региональных, допустим, диджеев. Потому что это ведет, во-первых, к вашему развитию, а, во-вторых, к тому, что, ну, вы будете, как бы, более на слуху известны, потому что у вас будет что сказать, а не просто, ну, вы не останетесь в тени. Вот. Часто бывает такое, что диджей с именем играет плохо. На самом деле, не надо так. Потому что, реально, вот, на кастролях тоже, когда приезжаю, общаемся с архитекторами. Они говорят, да, вот там кто-то приезжает, мы его больше не позовем. Вот. Надо делать так, чтобы вы приезжали, отыгрывали, а вас еще раз звали в это место. Я недавно проводил статистику летом, за предыдущий вообще период, вот несколько лет. Получилось так, я примерно посчитал, то, что 99% клубов приглашают меня повторно. А почему это? Потому что, видимо, ну, наверное, я все делаю правильно. Хотя я сам, если честно сказать, я никогда никого не напрашивался. То есть, все то, что у меня закрываются, все даты, в основном. Ну, бывают такие даты, которые не закрываются. Я, допустим, там закрываю какие-то резидентские местами. Вот, допустим, территория, там еще какие-то есть места, пару, которые меня с удовольствием берут. Вот, но, тем не менее, как бы, которые приглашают меня именно как хедлайнер, наверное, или как это назвать, приглашенного гостя. Они ее приглашают повторно, потому что, ну, все здорово проходит. Вот. Что хочу сказать. Все эти инструменты невозможны без энергии. То есть, самое главное – это ваша энергия. В каждом человеке есть энергия. Если ее не будет, вы умрете. На самом деле, вот от недостатка энергии человек умирает. Я начал заниматься своим здоровьем, когда понял, что энергии мне не хватает. Начал заниматься, ну, как бы, каким-то духовным практиком. Попозже расскажу. На самом деле, по возможности нужно обходиться без стимуляторов. То есть, именно алкоголь, там, не дай бог, наркотики или еще чего-то. Они не дают энергии, они только высасывают ее из организма, резервы. И потом человек, после этого, отходники разбитый. Почему? Потому что, как бы, из нее энергию высосали еще лишнюю, как бы, да. Она, конечно, в момент, когда вы принимаете, там, или то же самое Red Bull, это все здорово и классно, да, происходит. Но, тем не менее, как бы, энергии у вас уже достаточное количество. И, как бы, энергию в кредит тем самым брать не нужно. Потом кредит с процентами приходится отдавать. Но, правда, здесь коллекторы не позвонят в случае чего, но, тем не менее. Вот, энергетические и духовные практики. Немножко затрону эту тему. Если кому-то будет интересно потом, как бы, ну, я думаю, то, что можно будет там пообщаться в личке еще как-то. Вот. Потому что, как бы, я пришел к тому, что нужно еще и духовно развиваться. Самое, что, как бы, я занимаюсь, чем? Это есть такая штука. Не, на самом деле, здесь ничего смешного нет. Есть такая энергетическая и духовная практика. Называется цигун. Цигун – это что-то наподобие йоги. То есть, именно связано с тем, чтобы раскрыть и прокачать свою энергию. По поводу того, что у каждого из вас есть энергия, можно сейчас прямо убедиться. Давайте просто на 30 секунд сделаем одно упражнение. Все. Вот. И я вам покажу, что, как бы, энергию посъесть. Значит, как? Делаете вот так ногти. Попробуйте. Сделайте. Вот, да. Я многим показываю. Это многим нравится потом эффект. Делайте так ногти, чтобы они прям шли. Ну, как бы, стучали. И секунд 30 попробуйте так делать. Ну, попробуйте. Сейчас вместе с вами сделаю. Есть что-нибудь? Есть что-нибудь? Что-то наподобие. Да, энергетический шар. Да. Это, на самом деле, доказывает еще то, что, как бы, в вашем теле есть энергия. Как бы, и это одно... Я вам сейчас показал одно из самых простых упражнений цигуна, чем я занимаюсь, в принципе, каждый день вместо зарядки. То есть, я, когда просыпаюсь, я обязательно занимаюсь этим в среднем от 15 до 40 минут. И, в принципе, как бы, я заряжен на весь день. Мне, в принципе, не нужны там никакие энергетики, ничего. Как бы, даже кофе, в принципе, я стараюсь не пить. Но редко очень пью. Вот. И, как бы, это очень помогает. Эту тему, как бы, ну, я, когда на нее набрел и начал ее использовать, это вообще здоровская штука, мне показалось. И на каждый день это теперь мое. Также медитация. Хоть как для кого-то это покажется. Может быть, глупо для кого-то покажется. Наверное, не... Ну, как бы, ну, неправильно. Но, как бы, я реально медитирую. Я стараюсь, периодически я стараюсь, как бы, освобождаться от плохих мыслей. Потому что, как бы, это все мне мешает именно в творчестве. Если, как бы, ну, я, как бы, к этому пришел, опять же, как бы, осознанно. Потому что, ну, была нужда в этом. Когда, допустим, все было в жизни плохо. И нужно было как-то от плохого освободиться. И, кстати, это очень помогает к настрою. Спорт нужно. Спортом нужно заниматься. Хотя, на самом деле, я им не занимаюсь. Но, тем не менее, как бы, это необходимо. Потому что, как бы, я сам понимаю, что я, наверное, скоро еще к этому приду. Хотя бы тренажерный зал, тот же самый фитнес, нужен. Потому что это позволяет держать организм в тонусе. Вот. Потому что организм, также есть лимфатическая система, которая, как бы, она выводит шлаки, токсины. И нужно, как бы, помогать организму это делать. Вот. Если этого не делать, то организм зашлаковывается. От этого, кстати, и лишний вес, который у меня тоже, в принципе, есть. Я этого даже не скрываю. Его не скроешь. Вот. Также мне помогает очень отдых на природе. Отдых на природе мне очень помогает тем, что, не знаю, там, с природой единение. Потому что в городе, где реально даже и порой деревьев-то нету, и, как бы, ну, человеку сложно находиться долго. Он устает. Поездки в другие города. А если, допустим, моя работа подразумевает собой то, что я езжу еще по другим городам, и чему я очень благодарен в этом деле. Ну, в этом деле. Но бывает такое, то, что, допустим, если у меня все достало, все надоело, хочется перезагрузиться, отдохнуть, я просто беру билет и еду в другой город. Допустим, недавно как-то ездил в Чебоксары, просто чтобы просто посмотреть город. Сейчас очень в Питер хочу поехать. То, что, как бы, мне интересно, это, то есть, не только я в Ульяновске бываю у родителей, но и, как бы, в других городах тоже. Это очень перезагружает, перезагружает мысли. Вы в другом городе, когда находитесь, вы абстрагируетесь от того, что у вас, от обыденности, и просто вам, как бы, ну, по-другому, другие мысли приходят, более какие-то, ну, как бы, творческие идеи как-то больше появляются. Продолжение следует...